122 спортсмена из 49 регионов России. Чемпионат страны по ММА 2024 собрал лучших бойцов по смешанным единоборствам. Прошли состязания в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Ингушетию на чемпионате представили 6 человек. Пятеро из них в числе победителей и призёров. Очень высокий темп и видно, что тяжеловато справляться с ним и тому и другому. Он посвежее вроде бы Халухоев. Пока выглядит отбрасывание ног. Опять в борьбу пошёл Джамалуддин. Хлёсткие и точные удары в стойке, быстрые переводы и активная работа на земле. Юсуф Халухоев доминировал над соперником в каждом аспекте боя. Представитель клуба «Ингфайтер» трижды выходил в клетку и каждый раз поднимали его руку. Получилось двух выиграть досрочно уже в финале. Я и сам настраивался на все три раунда. Прошли все три раунда. Хороший бой получился. Первое место заняли также Абдулмалик Сириев, Аслан Хазботов. В шаге от золота расположился Адам Хамхоев, а бронза у Магомеда Мальсагова. Эффектный финальный бой провёл гигант из зала «Ингфайтер». Аслан Хазботов посыпал соперника градом ударов, тем самым вынудил судью остановить избиение. Турнир сложился очень хорошо. Мы хорошо подготовились к этому турниру. Прошли сборы в Дагестане. Да, были именитые соперники, победители чемпионата России прошлого года, нынешние победители чемпионата России, победители первенства России, как я знаю, финалист со мной попался. Взяв пять призовых мест по итогам трёх соревновательных дней, сборная «Ингушетии» стала победителем общекомандного зачёта чемпионата России по ММА. А Юсуф Халухоев признан лучшим бойцом чемпионата. Три человека стали первым. Одно второе, одно третье место. Это очень хороший результат для нашей республики. Такого ещё не было, как все уже и знают. Для нас, я считаю, это очень хороший результат, хороший показатель. Финалисты чемпионата России получили право участия в чемпионате мира. А Юсуф Халухоев после этих соревнований будет думать о переходе в профессионалы. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Магаз 24.